В Самаре назвали имена победителей областной общественной акции благородства. Она прошла уже в 26 раз. Лауреатами становятся настоящие народные герои, чьи дела и поступки служат примером для других. В этом году поступило более 200 заявок из различных городов и районов Самарской области. Лауреатами стали 92 человека. Это представители самых разных профессий. Среди награжденных также военнослужащие, которые участвовали в специальной военной операции и волонтеры. В том числе жительница Сызранского района Татьяна Курушина, номинант от регионального управления Росгвардии. 74-летняя пенсионерка активно занимается подготовкой гуманитарной помощи участникам спецоперации. Вяжет им своими руками шерстяные вещи, носки, свитера, варежки. Она связала и передала бойцам из Росгвардии и Минобороны уже более 300 пар носков. На протяжении нескольких лет номинантами были наши сотрудники Росгвардии. Конечно, я им тоже благодарен за то, что они не только в свое служебное время, но и в личное время не могут пройти мимо проблем или каких-то нюансов, которые случаются с нашим гражданским населением. Вот спросите любого сейчас, кто будет лауреатом, и они скажут, какое это благородство? Ну что, я просто так поступил. А это же сидит вот здесь, это не просто так поступил человек, это воспитание. Поэтому это пример для других. Под звуки военного духового оркестра торжественно и почетно. Так на железнодорожном вокзале в Самаре встретили Максима Скуратова, чемпиона мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих рядового спортивной роты ЦСКА. Максим Скуратов стал победителем чемпионата мира Международного совета военного спорта по греко-римской борьбе в 2023 году. Соревнования проходили в Баку с участием сборной вооруженных сил России. Рядовой Скуратов призвался в спортивную роту Самара в ноябре и уже вот не прослужив еще и месяца, да, показал такой достойный результат. В данных соревнованиях принимало участие 18 стран, порядка 200 участников. У Максима в категории до 67 килограмм были тоже достойные соперники представители Ирана, Азербайджана. Но несмотря на это он одержал победу. Как рассказал сам Максим Скуратов, каждые соревнования по-своему сложны и требуют боевого настроя. Этот чемпионат не исключение. Первую схватку я боролся с азербайджанцем, вторую с турком, третью финальную с иранцем боролся. Ну, самая тяжелая, наверное, была финальная с иранцем. Так, больше. Эти ребята все были достойные соперники. Четно было представлять вооруженные силы России на международной арене, так как я представлял не только честь России, но и честь своего региона. Название кубанских станиц, ремесла казаков, имена атаманов вспомнили участники казачьего диктанта. В Доме дружбы народов прошла всероссийская акция «Казачий диктант-2023». В Тольятти она состоялась впервые, в других городах акция стала уже четвертой. Возродить интерес к культуре и ценностям российского казачества – вот цель диктанта. Акция призвана напомнить жителям о большом значении русских казаков в нашей истории. Сохранение культуры, сохранение ценностей, быта – это все очень важно для нас в нашей многонациональной стране. Казаки выполняют важные задачи, поставленные президентом страны в стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Не раз встречался с казаками-добровольцами как на передовой в зоне СВО, так и на родной Самарской земле губернатор. Дмитрий Азаров всегда выражает искреннюю благодарность казакам-землякам за отличную службу. В нашем регионе казачье движение становится заметной консолидирующей силой гражданского общества. Каждый человек, все-таки приходя в казачество, понимает для себя основу своего государства, любовь к родине. Это то, что мы забыли. В диктанте приняли участие казаки, добровольцы СВО, ветераны военных действий и гости Дома дружбы народов. Участники ответили на 20 вопросов об истории, быте и традициях русского казачества. В диктанте еще можно принять участие в онлайн-формате. Вопросы открыты до 15 декабря на сайте казачийдиктант2023.рф. Участие бесплатное. Анна Слайковская, Новости, Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова